Всем привет! Крапива двудомная, повсеместно распространенные многолетние растения, покрытые тоненькими жгучими волосками по всей поверхности. Известное всем с детства растение, которое стрекается или кусается, является трудно искоренимым сорняком для огородников, но издавна используется как в лечебных, так и в пищевых целях. О том, кому категорически не рекомендуется крапива и какие опасности могут быть после употребления, расскажу к концу ролика. Пока поговорим о применении растений в оздоровлении. Сегодня крапива входит в состав многих рецептов фитотерапии, реализуется в аптечной сети в высушенном виде и активно заготавливается многими людьми самостоятельно. Сегодня мы поговорим о целебном свойствах крапивы, особенностях действия растения на организм и правилам безопасного лечения. Поэтому смотрите видео до конца и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео. История появления крапивы в питании. Крапива растет практически в любых условиях, поэтому сложно найти человека, который не видел этого растения. Ее можно встретить и вблизи водоемов, лесах, тени и на солнце. Единственные места в нашей стране, где найти крапиву сложно, это крайний север и восточная Сибирь. У русского народа крапива традиционно считалась средством против нечистой силы. Еще в 15 веке ее развешивали по всему жилищу, защищаясь таким образом от темных духов. Как лечебное средство крапива стала использоваться чуть позже. Отвары из листьев делали для поддержания работы сердечно-сосудистой системы, чтобы избежать перебоев в сердце. Крапива была помощницей и при расстройствах нервной системы, благодаря высокому содержанию витамин в группе В. В питании это растение использовались для приготовления супов и соков. Популярнее всего были щи из крапивы и сок крапивы, смешанные в равных пропорциях с бирезовым соком. Почему крапива обжигает кожу? Мнение, что на крапиве образовано множество мельчайших колючих, которые обжигают кожу, не совсем верно. Листья и стебли растения покрыты крупными клетками, похожими на микроскопические волоски. Каждая из клеток, как стеклянная ампула, содержит соли кремния, гистамин, холин, муравьиную кислоту. При соприкосновении с кожей острый кончик клетки впитывается в кожу и тут же обламывается. В организм моментально изливается содержимое крапивного волоска. Человек при этом чувствует внезапный ожог. После болезненного контакта с крапивой и на коже появляются красные отечные пятна. Практически сразу ощущается сильно зуд. Местные повышения температуры, незначительные крапивные ожоги не требуют специального лечения. Все местные реакции проходят самостоятельно. В тяжелых случаях при появлении выраженной аллергической реакции требуется медицинская помощь. Полезные свойства. Это растение поистине удивительное, настоящий суперфуд, как теперь говорят. Природный поливитаминный комплекс. Лечебными свойствами обладают все его части. Несмотря на то, что в народной медицине чаще используются листья крапивы, лечебным эффектом обладают и корневища, и семена, и соцветия. Вещества из корней крапивы, например, можно найти в аптечных противоопухолевых препаратах, средствах для лечения ожогов, желчегонных лекарствах. Однако полный перечень терапевтических возможностей крапивы гораздо шире. В жгучих листьях этого растения в два раза больше аскорбиновой кислоты, чем в ягодах черной смородины. Все ценные качества крапивы сохраняются после сублимационной сушки, варки, бланширования и высушивания. Для достижения терапевтического эффекта можно употреблять как аптечные препараты, так и приготовленные в домашних условиях. Уменьшает симптомы воспаления. Воспаление – естественная реакция организма на инфекцию. Опасен переход острого воспалительного процесса в хроническую форму. В крапиве обнаружены соединения, подавляющие клинику воспаления. Лабораторные эксперименты с животными подтвердили, что крапива двудомная угнетает синтез специфических маркеров и провоспалительных цитокинов. Пациентам с артритами разного происхождения назначают кремы, в составе которых присутствует крапива двудомная. Наблюдение показывает, что наружное использование препаратов с крапивой смягчает симптомы воспаления в пораженных суставах. В одном из экспериментов приняли участие 27 больных артритом. Экспериментальная группа использовали крем из крапивы двудомной, вторая – плацебо. В первой выборке отмечалось значительное уменьшение болевых ощущений в сравнении с показателем их второй. Другое использование подтвердило предположение, что препараты, в состав которых входит в крапива двудомная, способны снижать боль при воспалении суставов. Все участники эксперимента отметили, что снизили привычную дозу противовоспалительных обезболивающих средств. Помогает при гипертрофии предстательной железы. Согласно статистике, практически 50% мужчин в возрасте старше 50 лет страдают от увеличения простаты. Это состояние диагностируют как доброкачественную гиперплазию предстательной железы. Точные причины неизвестны, но в результате ее развития возникают неприятные ощущения во время мочи спускания. Результаты нескольких исследований показывают, что препараты крапивы двудомной помогают в лечении аденомы простаты. Эксперименты с животными подтвердили, что крапива угнетает трансформацию тестостерона в его более агрессивную форму – дигидротестостерон. Купирование механизма преобразования уменьшает границы простаты. Исследования с участием людей показали, что употребление экстракта крапивы двудомной способствует уменьшению проблем с мочи спускания, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Снижает артериальное давление. Более 30% взрослого населения Земли страдают от высокого артериального давления. Гипертония – серьезное заболевание, которое в несколько раз повышает риск развития сердечных патологий, инсультов, которые занимают первое место среди причин смерти. Крапива двудомная упоминается в народных медицинских учениях, как традиционное средство для снижения и контроля высокого давления. Лабораторные эксперименты с животными показали, что крапива действительно уменьшает показатели артериального давления, причем действует на сосуды несколькими способами. В крапиве содержатся вещества, которые обладают свойствами блокаторов кальциевых каналов. Таким образом происходит расслабление миокарда и снижение силы сердечных сокращений. Помогает контролировать уровень сахара в крови. Гипогликемическое свойство крапивы двудомной изучалось на животных и людях. Выяснилось, что это растение содержит вещества, которые оказывают действия, схожие с инсулином. В течение трех месяцев, 46 участников эксперимента получали по 500 миллиграмм экстракта крапивы двудомной трижды в сутки. Контрольные анализы показали стабильное снижение уровня глюкозы в крови. В группе плацебо подобных эффектов не был зафиксирован. Поддерживать здоровье печени. Крапива двудомная способна выводить из организма токсины, соли, тяжелых металлов, то есть поддерживать выполнение соответствующих функций печени. Антиоксиданты, входящие в состав растения, защищают клетки печени от негативных воздействий и воспалений. Противопоказания. Лекарственные растения, как и любые лекарства, могут приносить не пользу, а вред, если их использовать при определенных состояниях и заболеваниях, при которых они противопоказаны и могут не помочь, а навредить. Икрапива не исключение. Она противопоказана при индивидуальной неприносимости, а также первый триместр беременности, лечении антидепрессантами и препаратами от бессонницы. Тромбофлевит, варикозная болезнь, повышенная свертываемость крови и атеросклероз. При употреблении растения происходит сгущение крови, опасное при данных патологиях. Гипертония приводит сосуды в тонус, поэтому может повышать давление. Кровотечениях вследствие кисты, полипов и других опухолей макки. Тяжелые заболевания почек. На этом наш ролик заканчивается. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Буду благодарна всем, кто меня поддерживал. До новых встреч!